Малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, сладким фастфудом – это одна из основных причин ожирения. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. Каждый восьмой человек имеет лишний вес. И дело вовсе не в эстетике, а в уроне, который вы наносите своему здоровью. Выбирая в очередной раз вместо полезной пищи вредные продукты. Кто-то отказывается от них полностью и предпочитает правильно питаться. Другие изредка балуют себя, а третьи едят их каждый день. Мы решили узнать, к какой категории относятся жители областного центра. Стараюсь ходить в зал, много хожу, гуляю. Плюс по питанию контролирую сладкое, мучное. Утром кашка, куриная грудка, овсянка и овощи. Я не ем фастфуды разные, а хожу в зал, пытаюсь тренировать, чтобы быть выносливой. Иногда, конечно. Хочется же что-то такое. Как говорится, запретный плод всегда сладок. Поэтому иногда бывает такое. Елена Морозова – мастер спорта по легкой атлетике. Следит за питанием и регулярно тренируется. Говорит, главное – правильно замотивировать себя. Пока ты сам не захочешь, это бесполезно. У кого-то, у психологов что-то искать в интернете. Вот надо самим захотеть. Это вот вредная привычка, от которой нужно отказаться. Плохая еда – это вредная привычка, от которой надо потихонечку-потихонечку отказаться. Конечно, бывают срывы, куда же без этого. Но надо стараться. Иначе к 30 годам уже желудок может упасть ниже некуда. Поддерживать себя в форме можно не только в большом спорте. Начните с обычной лечебной физкультуры, которая поможет взбодриться с утра или, наоборот, снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Для расслабления плечевого сустава самое главное – каждое утро делать. Потому что в течение всего дня зажатость происходит в плечевом поясе. Естественно, очень большую роль влияет тазобедренный сустав. Также здесь все, лимфа вся здесь все проходит. Обычное вращение – этого будет достаточно. И наклоны. Наклоны влияют на заднюю поверхность бедра, икры, ахиллы. Фастфуду же диетологи предлагают полезную альтернативу. Кондитерские изделия мы можем заменить более полезными натуральными фруктами, также сухофруктами. Сладкие газированные напитки и кондитерские изделия мы можем заменить натуральными соками, морсами, компотами. Ожирение является фактором риска развития очень многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, сахарного диабета второго типа и даже фактором риска развития онкопатологии. Если вы не можете полностью отказаться от вредной еды, то хотя бы сократите количество ее потребления до одного раза в неделю, советуют врачи. Анастасия Давыдова, Сергей Малеев, Владислав Соболев. События дня.